Неизвестные причины Крымской войны, о которых не пишут в учебниках. Севастопольский писатель Виталий Надыршин размышляет над ними в новой повести «Ошибка императора. Война». Это четвертая книга автора из общей серии, посвященной роковым для российской истории событиям середины 19 века, которые привели страну к битве четырех сильнейших империй мира. Читатель узнает, что первая оборона Севастополя – это уже заключительная была стадия начавшейся, могла бы начавшейся империалистической войны против России. То есть масштабная была война. Она не получилась по одной причине, что и под Санкт-Петербургом, и на Дальнем Востоке англо-французские войска эскадры получили достойный отпор. Один из первых экземпляров своей книги Виталий Надыршин передал севастопольскому депутату, герою русской весны Алексею Чалому. Памятная надпись гласит «Люди всегда идут за лидером. Пожалуйста, оставайтесь им всегда». Писатель уверен, нынешняя геополитическая ситуация очень похожа на ту, что была в преддверии Крымской войны. Там такой был лорд Палмерстон в английском правительстве. Даже премьер-министр был. Он так и говорил, что надо обязательно обманывать, более грубо врать про Россию, чтобы англичане и французы знали, что идут на святое дело, как он говорил. На самом деле это все была полная ложь. Презентация книги «Ошибка императора. Война» состоится в четверг, 13 декабря, в Центральной городской библиотеке имени Льва Николаевича Толстого. У гостей встречи будет возможность пообщаться с писателем и задать ему интересующие вопросы. Начало встречи в 17 часов. Продолжение следует...